Доброго времени суток! Мы находимся на тёщином языке. Здесь вот такое название у этого поворота. Вот он. Называют его все тёщин язык. Едем в сторону Баляева. Сегодня такое с вами у нас путешествие по Владивостоку. Здесь вот раньше торговый, видите, сейчас центр Бочурин. А на этом месте долго находился рынок. Здесь приходили все, всё покупали. Здесь сейчас торговый центр. Сегодня замечательная, как видите, погода наконец-то. Солнечная, градусов 15 уже. Это Баляевская развязка. Сейчас немножко попутешествуем, посмотрите. Кто вообще первый раз зашёл на канал, вам всё в новинку. Мы находимся во Владивостоке. Здесь вот трамвайная линия. Один трамвай всего в городе ходит от Минного городка до Сахалинской. Номер 6. Это вот трамвайная линия. Да. Всё, больше трамваев нигде нет. К площади Луговой с вами едем. Минный городок здесь напротив. Хорошо, пробки нет. Сейчас много электросамокатов в разных точках города стоят. Можно также передвигаться на электросамокате. Кто умеет? Здесь такой рельеф. То вверх, то вниз. В общем, вот как раз трамвай. Смотрите, вот он у нас идёт. Вот. Светланская. Прямо, если вправо ехать, то там уже выезд в центр. Сейчас, кстати, подъедем к Ново-Ивановской. И там находится один из банков. Вы же видите, я снимаю на хорошую камеру. Вот взяла кредит в этом банке. И получилось так. Сейчас расскажу. Не повторяйте моих ошибок. Там же есть специальная дата, когда надо рассчитаться. Вот и я, допустим, в начале месяца, допустим, 7-го числа у меня расчёт. И я решила немного вперёд заплатить. И получается, в один месяц заплатила два раза. В начале месяца и в каком-то там 20-м числе. И когда пришла очередная, очередной срок выплаты этого кредита, то получилось, что мне присылают смс-ки, что он у меня не оплачен. Я думала сначала, что ошибочно прислали. Сейчас увидят, что деньги пришли. Погашено и не будут присылать. Нет, они повторялись, эти смс-ки. Вот и потом написали, что оплатите срочно этот кредит во избежание там всяких неприятностей. Вот и я тогда позвонила к ним на горячую линию. И объяснила ситуацию, что в таком-то месяце я заплатила два раза. Только даже заранее, что я не ваш должник. Они там посмотрели, да? Но оказывается, так лучше не делать. Потому что может испортиться кредитная история. И опять вам придется там оплачивать, потом это все выяснять. Я в своем случае все девушке по телефону рассказала, объяснила. Вот, но оказывается, что надо просто платить по датам. Вот, и еще одна знакомая мне тоже рассказала, что также брала кредит, кстати, в том же банке. Не будут его рекламировать, называть какой банк. Вот, и у нее получилось так, когда заключала этот договор, то на определенную дату надо было тоже ей выплачивать. Ну вот, когда она уже стала выплачивать, поняла, что ей неудобно, так как у нее зарплата в одно время. В общем, неудобно ей выплачивать такую-то дату. И опять в этот банк она обратилась, говорит, давайте изменим дату оплаты. Ну, а не да, давайте там договор добавили, что дата оплаты будет изменена. Но, тем не менее, она говорит, еще надо тысячу теперь, на тысячу больше платить. Вот за вот эту вот смену даты оплаты. Так что будете брать кредит, вот такие вам рекомендации. Лучше платить вовремя, как договорились, и дату тоже обдумывать хорошо, так как если там, когда у вас зарплата, авансы, сможете ли вы именно тогда платить. Потому что вот моей знакомой пришлось еще одну тысячу за это доплачивать ежемесячно. Так, куда мы с вами уже приехали? Здесь вот эта трамвайная линия далее идет. Там рынок спортивный. Снимала я вам его уже много раз, видели. Здесь рынок тоже у нас на школьной. Это красный светофор. Смотрите, что-то там разрыли. Сейчас воды нет горячей уже давно, более месяца во многих домах отключили. К зиме готовятся, испытания проводят. В общем, и воды нет. Каждый год одно и то же. И надолго отключают. Так, это дорога в сторону Тихой. На все светофоры попали. Так, а вот это вот здесь рынок. Сейчас я там смотрю. Уже такие и продуктовые построили павильоны. Раньше здесь только был вещевой рынок. Все течет, меняется. Сейчас так. Кто давно не был, конечно же, вам интересно все увидеть. Фадеево. Ручейная. Еще есть такая улица. Такую даже не знаю. Она, кажется, здесь где-то влево есть. Здесь Борисенко 19. Двенадцать.